Вы узнали, что близкий человек изменил вам. Что делать? Ну, первое, что стоило бы сделать, это побыть в этой боли. Потому что эта боль вполне естественная. Она естественная. Поэтому просто побудьте в ней. Второе, о чем подумайте, это о том, чем дорог вам этот человек. И дорог ли он вам? Есть ли что-то в вашем сердце, что действительно дорогое вас связывает с этим человеком? Это второе, что найдите. Потому что вам нужно определить, хотите ли вы этих отношений дальше. И часто люди разрывают отношения просто из сиюминутной обиды. Поэтому, чтобы не делать таких ошибок, сделайте проверку. Задумайтесь, чем вам дорог этот человек. Определите эти ценности для себя очень хорошо. Если вы понимаете, что он вам по-настоящему дорог, тогда сделайте третий шаг. Я скажу сейчас немного сложную вещь, но она была бы очень важна. Подумайте о том, подумайте, что этот человек совершил этот поступок, потому что исчезло что-то в ваших отношениях. Исчезло какое-то вдохновение, какое-то радость, какое-то счастье, какая-то новизна. И это то, что перестали вносить в отношения вы. Знаете, что я хочу вам сказать? Что если вы обвиняете другого, что это он виноват, вы лишаете себя возможности влиять на ситуацию. Но если вы думаете о том, в чем мой вклад, какие ошибки сделал я или сделала я, чему мне стоит научиться из этого эпизода, то вы обретаете настоящую силу, вы принимаете абсолютную ответственность за то, что произошло на себя. Но это больше для мужчин, конечно. Но и для женщин тоже это пойдет. Абсолютная ответственность, это означает, что вы становитесь учеником. Чему мне нужно научиться в этом эпизоде? Потому что, когда вы будете учиться, вы будете как личность развиваться. Это означает, что у вас появляется больше возможностей влиять на эту ситуацию. Вы начинаете развивать какие-то качества. Например, если вы женщина, вы понимаете, что вы перестали за собой как бы ухаживать. Вы стали не такой привлекательной, не такой красивой, не такой интересной. Вы погрузились в какую-то суету. Но это же ваш урок. Почему бы не вернуться к своей красоте, к этому очарованию, к женственности? Почему бы не подумать, что этот эпизод обучает вас к тому, чтобы вернуться к своей женской природе? Разве вы не будете лучше себя чувствовать, когда будете вспоминать свою женскую природу? Я просто один пример привожу. К тому, а что такое позиция ученика, насколько она продуктивная в жизни? Могут быть и другие уроки. Когда вы слишком много занимаетесь делами, например, для мужчин часто это так, что они перестают вкладываться в отношениях. Думают, ну нормально, все происходит же. Нет, ну а где подарки, где цветы, где добрые и ласковые слова, где благодарность, где восхищение партнерам? Но это же ваш урок, что вы перестали делать этот вклад. И вот задумайтесь, если вы эти уроки поймете, свои собственные, и начнете их интенсивно учить, как вам кажется, это будет позитивный вклад в отношения? Это то, что углубит отношения? Это то, что позитивно повлияет на ситуацию? Ну, как вам кажется? Я лично знаю много случаев, что когда люди принимали эту ученическую позицию, позицию ответственности, моей личной ответственности, они получали возможность восстанавливать самые разрушенные отношения. Множество случаев таких есть в моей практике, в моем опыте. Поэтому хорошенько обдумайте все эти вещи. И может быть в итоге вы захотите обрести способность влиять на самые сложные отношения. Может быть это случится? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...